Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя глава начинается «Вайхи и Яков в Эрец Митраим Швайц Решана». И жил Яков в Египте 17 лет. Хасидизм останавливается на слове «Вайхи». И хасидизм толкует, что «Вайхи» и «жил Яков» это не «жил», а «ожил Яков». То есть все его годы до сих пор, которые он жил, можно сказать, на воле, что эта воля была такая, как он был закабален у Лавана 20 лет, и еще два года он был в дороге, и очень много лет скрывался и опасался Исава, своего брата, и других ненавистников. То есть вся жизнь Якова прошла в мучениях. Впоследствии мы сталкиваемся с этим. Подобная история была также у его любимого сына Иосифа. Так же, как Яков, который оказывался совсем вне тех ситуациях, в которых он хотел быть. То есть он хотел сидеть где-то в Ешиве, заниматься торой, изучать кабалу, изучать хасидизм. И была у него такая Ишива, в определенной пещере была Ишива, которая называлась Маарат Шем в Эйвер. Был там Шем. Шем мы все знаем, мы же его потомки, семиты, сын Ноаха. И он впоследствии был первосвященником того времени. И у него был бет-медраж, которым занимались уже тогда, знали люди Тору. И Тора, она вечная. Есть три вещи, которые связаны между собой, но где-то они составляют одно целое. Они не делятся на составляющие. Это Тора, Всевышний и Евреи. И просто смотрим на трагические события, которые произошли у Якова в жизни его. Вот он убегает, прибрал к рукам некоторые богатства, сокровища, какие ему там мама завернула. И идет не лезть куда, в Харан. По дороге догоняет его Элифаз по указанию отца Исава. Но так как Элифаз должен был его убить, и он говорит ему, дядя, ты же со мной занимался, я с тобой, я твой ученик, я не могу тебя убить. Что мне делать сейчас? Научи. Он говорит, ну смотри, по Талмуду. Если ты у меня сейчас все заберешь, я останусь нищим. А нищий по аллахичности считается мертвецом. Ты превращаешь меня в мертвеца. Так что ты можешь полностью сохраненной совестью пройти с кассивным отцом. Я его убил. Вот так они сделали, и поэтому он у него забрал все. Не против его желания, естественно. А потом Яков пошел, и вдруг началась его счастливая жизнь. Он встретил девочку, которая была очень-очень красивая. А мы же уже знаем от Авраама, что Авраам жил в Саре, пока они не подходили к Египту. И там он сказал ей, слушай, сейчас только я вижу, что ты красивая. А что, раньше он не видел, что она красивая? Он же выполнял все заветы, а по Туре нельзя жениться на девушке, пока ты ее не видишь. Это не приводит хорошим. Значит, он ее видел, и я с ним видел. Как можно сказать, что муж не видел жену? И тогда нам Тора открывает кое-что. Что есть два вида красоты. есть красота. Но в прямом смысле красивая женщина, в ней выражается красота ее души. Это нормально. Это мы еще будем летом это учить, когда приблизимся к Ту-БА. Красота. Красота, она имеет свои корни. Яков вдруг ожил. И там написано, что он бросился и поцеловал ее. Когда он спросил, кто она, ему сказали, что это дочь Лавана, можно сказать, его двоюродная сестра. И тогда он поцеловал ее и расплакался. Сначала он обрадовался, а потом он расплакался. Отчего он расплакался? Оттого, что он увидел, так же, как он видел ее красоту, внешнюю, наружную красоту. Так же он видел ее внутреннюю красоту. И он понял, что он не ошибся, он попал куда надо. И он в нее влюбился в двух направлениях. Оба направления провели его к той же цели. Он в нее влюбился душевно, за ее духовность, за ее величие внутреннее, за ее внутреннее содержание. И снаружи она была очень красивая. Это неотъемлемо, можно сказать, неразделимо. Начались его вроде бы счастливые дни. И эти дни продолжались недолго. Они продолжались всего семь лет. Пока он должен был работать и вкалывать день и ночь. Ночью не досыпать, днем мерзнуть в хозяйстве своего тестя Лавана, чтобы выкупить его дочь Рахид, как это принято. Несмотря на все это пройденное, для него была еще одна травма, страшная травма. Лаван сумел все-таки подменить ему жену на ее старшую сестру, Лею, которую Яков не имел в виду жениться на ней. А в конце случилось так, что он должен был, вынужден был на ней живиться, и нарушив большой-большой запрет жениться на двух сестрах, он жил с ним и дальше. И от этой второй жены, в кавычках, нелюбимой, он построил в большинстве весь еврейский народ. От Рахеля он родил, она родила ему всего двух детей. одного старшего звали Йосеф, младшего бенемина. И Йосеф также значительную часть своей молодости он провел в муках. несмотря на всю свою развитиесть, несмотря на все таланты, свои способности, на красоту, явную неземную красоту, кто его видел, влюблялся в него. Ему допекали, ему было от этого плохо. И он стал практически владыкой всей страны. И Тора говорит, вайхи Яков, после этого Тора говорит, вайхи Яков, и жил Яков. Говорит, хасидизм не жил, а ожил Яков. Он вдруг стал живой, что было до сих пор. И до сих пор он тоже занимался чем надо. Несмотря на все трудности, он же знал, чем он занимается. Он занимался поиском искр божественных, которые рассыпались и находились именно вот в этом регионе. Именно вот вокруг этой семьи Лаван и Эйсаб и все, что там происходило. Когда вернулся в Израиль к Ицхаку, он думал, все, кончились его и бедствия, и скитания, и сейчас у него начнется спокойная жизнь. Ведь есть Абудат Аберуриль, то есть то, что называется искупление искр божественных. Бывает в двух вариантах. Один вариант, что ты находишься в спокойной обстановке, как это было у многих, как, например, это было у Магида Мезерич, Магида из Мезерича и Ицхак никогда не выезжал за границу, они сидели на одном месте. Есть этому причины, довольно детально описаны в хасидизме, почему и как. Но это было. А Авраам, Авраам все время путешествовал, не был на одном месте, и все время проходил гонение. Тут его бросили в печь, тут его посадили в тюрьму, а Ицхак нет. Яков и Иосиф, они были одинаковые в том смысле, что у них не было спокойной жизни. И в чем это сказывалось? Как нам известно, Яков и все братья Иосифа, включая Иосифа самого, с самого начала, были пастухами. То есть они не участвовали в порядках всего мира. Они не участвовали активно во всяком случае в культуре мира, который был вокруг них, чтобы где-то что-то дешевле купить и где-то дороже продать, где-то что-то отыскать. Нет. Они не были связаны со всем этим. Время от времени они выносили на рынок или на большую трассу, выводили скот продавать, либо шерсть, которую они снимали совет. Жили свободно на лоне природы. Когда Иосиф начал жить, заниматься этим, и он стал руководителем всей империи, вынужден был, так как он встречался с главами государств, участвовал на всех этих приемах, то дома у себя, у него дом тоже был непростой, был дворец, там он соблюдал все, что ему нужно было. У него было кошерное мясо, у него было кошерное вино, у него все-все там было, у него были все вот эти условия для жизни. Но когда он был на этих приемах и все, несмотря на то, что он все это соблюдал, не мог отдалиться от этих людей, он их принимал, и был, хоть его все это не искушало, но он должен был себя вести, как все другие. А это все было чуждо его братьям. Поэтому, когда все братья, они там встретились, первый раз они пришли, и там этот Иосиф, он их сразу узнал, написано, а они его не узнали. Есть различные комментарии в этом. Почему они его не узнали, он их узнал. Есть такое, что он вышел без бороды, и они его не узнали. А есть другое, что они голоса его не слышали, потому что он же говорил через переводчика, он переводчику говорил в ухо, и они не слышали его голоса, не узнали. Есть различные комментарии, а хасидизм комментирует это так. Они знали Йосефа как своего брата, как свою плоть, и они знали, на что он способен в служении Богу. И они были уверены, что он может служить Богу только в таких условиях, в которых он рос, как они, в отдалении от всего мирского. Поэтому они его не узнали, даже не заподозрили, не подумали. А на самом деле мы с вами знаем, что Аврааму добавили букву «Хэй» для того, чтобы он занимался, чтобы он стал отцом всех народов мира. То есть нельзя уходить от мира. Мы живем в этом мире, и мы должны творить в нем то, что на нас возложено. Мы должны делать именно это, не что-то другое. Мы здесь по заданию, и задание надо выполнять. А мир на самом деле, вернее, народы мира, они не есть наши противники. У нас есть один среди всех народов, заклятый враг наш, это Амалык. На нас возложены открытые митсва, открытый завет и указания от Всевышнего. Это проходило через все цензуры. Уничтожим Амалека. Амалек – это все недостатки, которые есть в человеке, могут быть. Все пакосты заложены в Амалеке. И эта война будет продолжаться из поколения в поколение. И так Всевышний говорит, это война Всевышнего с ним. И Всевышний не удостоится совершенного трона, совершенства своего трона, пока имя Амалека не вычеркнуто из существ. Нету больше Амалеки. И никаких следов от него не останется. Пока это не случится, Всевышний говорит, мой трон не совершен. Не достиг совершенства. Так вот. И вот Авраам начался этого. Он занимался всеми народами, он их обучал и старался им помочь. И во всем помочь. И материально, и физически, и духовно. И так это перешло по другой линии к Ицхаку. Вернулись к Иакову и сказали, слушай, папа, Юсеф, он владыка в Египте. Это тот человек, который решает там все. И он просил немедленно, чтобы ты приехал. Еще пять лет будет знойный голод во всем мире. Всего должно было быть семь. Два прошло. Сейчас еще пять лет осталось. Давай, вот он прислал. Смотри, какие телеги он прислал. Это были специальные телеги, специальные верблюды. Что там только не делалось. Это, между прочим, делалось по указанию прямого фараона. Чтобы медленно привезли Якова и все их семьи. Ну и тогда, первый раз написано, до сегодняшней парши написано, Вайхи, Руах, Якова, Бин, О, О, Жил Дух Якова. А сейчас это продолжение Вайхи. И жил Яков, и прожил Яков, и О, Жил Яков. Он понял, что он собрал все, что ему надо. Все они собрали. Сейчас можно успокоиться, можно вернуться домой. Во всех смыслах дома. На самом деле это произошло с Юсефом. Когда Юсефа повезли хоронить в Израиле. Его подняли из реки Нил. Он прожил 110 лет. Его похоронили под Янило. На глубине. Мы знали, где он лежит. Были опознавательные знаки. И он просил евреев, когда придет ваш срок выхода из Египта, возьмите меня с собой. Не забудьте увезти мои кости отсюда. И потом они улыли его кости. И похоронили его в Израиле, в городе Шхем. Говорится в хасидизме, и это имеет место в Кабале, что Яков был похоронен в Израиле с самого начала. Он так и скончался в Египте, и Юсеф повезли его хоронить в Хеврон. А Юсеф был в реке Нилус. Он не мог оставить весь народ и уйти. Он оставался там, был рядом с ним. И не просто так он был с ним. У нас просто так никто не умирает и не выходит с этого света. У всех есть какая-то привязанность к чему-то. И особенно у таких людей, как они были, когда вся нация там находится. Когда его вывезли, написано в хасидизме, что вместе с ним вывезли из Египта все-все ницутсот, все ницутсот, которые начал вывозить, все искры, все ценности Египта. Вот эти духовные искры, они проявляются в обычных искрах, в золоте, в серебре, в драгоценных камнях, в бриллиантах. Вот там находятся все искры. В основном, в большинстве своем. Кроме того, что это находится в простой земле тоже, и в болотах. Это все на глубине, где-то в недрах земли. То есть там, где есть ценность, там, где есть минералы земли, и жизнь из земли исходит, это все освещается божественными искрами. Заложена большая суть божественности. И эта суть дает жизнь, оживляет это. Превращает камень в камень, бриллиант в бриллиант, жемчуг в жемчуг. И когда началось их хождение по Египту, и они стали работать там. Иосиф собирал от всех египтян все, что у них накопилось, у египтян, всего народа. Он у них все забрал, когда он давал им еду, когда он давал им жизнь во время голода. Он забрал все. Написано в Талмуде, Кемицулла Шенбадагим. Он забрал это, как из рыбного хранилища, что осталась только вода, а рыбы там уже не было. Вот так он опустошил Египет, выгоднейшие империи этого времени. Это во время, когда строили пирамиды. И что мы знаем, позже мы читаем, что когда евреи вышли из Египта, разошлось Красное море. И на берегу было очень много трупов египтян, египетских воинов и колесниц. И там же было вот это богатство, которое хранилось у них и в Египте, и на дне Нила, вместе с Юсефом. Это все было увезено евреями. Вот этот поход был закончен, это было заключение. Начало было с того, что Авраам получил указ. Иди с одного конца Израиля в другой, потом иди, сходи в Египет. И пройди там раз, два, три. И все вот эти вот недуги, которые у него там были, с тем, что у него посадили, забрали Сару в Гален, к фараону и так далее. Потом Египет. И они были порабощены. 210 лет поработали. Потом вышли из Египта. И оттуда они забрали все Ниццуцовки, которые им надо было. Все Искры. Тора – это указание, указ. Тора указывает нам дорогу. Но она не дает нам права выбора. Она говорит, иди вот именно так, это приказ. Мы, естественно, можем ослушать и тоже, но это не кончится хорошо. И вот так мы этим жили и живем. А тем более, что если сегодня Вайхи, недельная глава, ожили, так мы будем оживать. Как нам правильно жить, чтобы не только не было гонений наружных, но чтобы внутри мы были чисты и чтобы мы были счастливы внутри, удовлетворены, чтобы мы были. Как удовлетворить душу? На самом деле, все гонения, которые проходили евреи внешне, наружне, было для того, чтобы не дать им утонуть внутренне, чтобы не дать им соединиться с вот этой наружной жизнью в своей внутренности, чтобы все их внутренние качества и внутреннее положение не нырнули полностью с головой на наружное удовольствие и наружное внешнее удовлетворение. Вот с этим мы вышли из месяца Кислов. Прошлый месяц был Кислов. А Кислов был богат праздниками хасидскими. Все праздники были более-менее содержательными только во внутренней части. Внешне тоже было, но в основном они были не снаружи, а снутри. И все это началось со времен Балшемтова. До Балшемтова внутренне настоящая, истинная внутренняя часть дремала. А снаружи занимались Талмудом, занимались Аллахой, сколько можно. Но все это не внедрялось глубоко. Это внедрялось где-то в позициях разума. Духовность на самом деле, божественность не очень ощущалась. Были единицы, которые чувствовали божественность во всем этом. Были, которые по природе были религиозными. И без того, что они развивали в себе какие-то качества в отношении веры. Им была достаточно та вера, с которой они родились. А это были очень мощные души, очень мощные люди. И они выполняли заветы, и было им достаточно. Потом появился, как называется, мусар. Это моральные уроки, а потом тому подобное. Но хасадизма еще не было. Поэтому большая часть народа была опустошена. У них не было знаний талмудистов, которые в то время были. И у них не было всего удовольствия, что имеет любой еврей от изучения Тора. Они максимум, что они могли немножко молиться, немножко одевать пфилом, немножко читать Тилем. И то с ошибками. Они даже не могли заходить в синагоги, молиться там, где молится ученый Тор. Тогда перешла в наш мир душа Большинтова. Это предсказание было у нас еще во время потока. В Зуаре написано, что когда раскрылись окна небесные, и спустилась гроза большая, воды большие, и внизу раскололась земля, и открылись большие родники. В шестом столетии шестого тысячелетия такое произойдет в нашем мире. Шестое столетие уже было. Что тогда открылось? Тогда открылся нам святой Великий Большинтов. Он родился тогда. Очень тяжкое время. Очень-очень тяжкое время. И он начал заниматься распространением фасидизма. Чтобы это не было, чтобы не чувствовалось, не ощущалось только горы. И чтобы каждый еврей почувствовал, что он есть и он велик. Он еврей и велик. И его невозможно растоптать. И чтобы он это почувствовал. А с другой стороны, ему открылся Всевышний. Большинтов открыл нам, что Всевышний, он все знает, и он все... И он продолжает давать нам жизнь, и продолжает давать нам вдохновение, чтобы мы могли устоять в этой борьбе. Чтобы еврейская нация могла сохраниться. И чтобы мы могли воздействовать на другие народы, чтобы они пошли в правильную сторону. Чтобы они не шли убивать и резать друг друга. Чтобы они соблюдали законы. Чтобы весь мир соблюдал законы, которые выдал Всевышний Ноаху после потопа. Как условия для существования мира. Чтобы второго потопа не было. А угроза этого потопа была все время. И вот с тех пор происходит это в каждом поколении нашем. И для этого мы сейчас живем в эту эпоху. И наши души, они последние души перед окончанием вот этого цикла, после которого все нам откроется. И больше Всевышний не будет скрываться от нас. Как он скрывается до сих пор. Вся суть. Когда ты изучаешь хасидизм, ты находишь, что суть существования мира это то, что Всевышний скрыт. Как только он откроется, вдруг ты увидишь настолько ярко все, что это невозможно вынести. Поэтому Всевышний сказал, Моисей у меня не может видеть человек и остаться в живых. Я откроюсь во всем, что я есть, моя суть. Так все. Не будет человечества. А с другой стороны, мы все живем за счет той божественной энергии, которую нам дает. И вот это дает хасидизм. И вот это открыл Балшемтов. И он поднял этот дух настолько высоко, что это начало распространяться. И тогда среди евреев нашлись насильники этому движению. Они считали, что было двоякое. Два фронта открылись одновременно. А скала, что называется, образование, философия, которую Запад принес. А второй был среди религиозных евреев, были Митнагдин движения Балшемтова. И они действовали. И вот мы когда выходим из месяца кислов, там все это происходило. С самого начала происходило это во время греческого владычества в Израиле. Но тогда греки подходили иначе. Они говорили, пожалуйста, соблюдайте свои обычаи. Только самая высокая степень ваших обычаев должна быть то, что связано с разумом. То, что не связано с логикой, которую мы понимаем, этого не будет. Это против нас. Их философия говорила разум самая главная самая цель. Есть очень много учений Аристотеля, которые связаны с нашей Кабалой. Кабала берет у него очень много. Но он все это достиг разума. А это недостаточно. Мы не стоим на разуме. Если бы наш фундамент был разумом, у нас бы уже давно не было. шестое столетие шестого тысячелетия. В зоре написано, что откроются большие источники науки от сферы хохма. Сфера хохма это мудрость дословно. Это откроется и люди станут очень грамотными, развитыми. Наука разовьется в это время по всему миру. Так оно и было. Во время Платона, Сократа, во время того же Аристотеля развития, это были единицы, которые понимали всю эту науку. А народы в целом не очень. Во второй половине Средневековья, во время 16-17 век уже распространилась наука по всему миру. 17-18-19 век это же время развития очень сильного. Точно, как написано в Зоро. И тогда хохма, как каждая сфера, состоит из внешней, наружной части и из внутренней части. Внутренняя часть это Тора, ее внешняя часть и внутренняя, то есть хасидизм открылся тогда. А наружная часть сферы и хохма открылась внешней науке. Внешним наукам мы должны относиться так, как написано в Талмуде, что нам нужно изучать вот эти науки до той степени, что нам нужно совершать наши законы, где-то нам помогают в Торе. Как, например, астрономия, как, например, медицина. Все, что связано с выполнением заветов, пожалуйста, а все остальное лежит в Торе. Это внешняя наука, наружная, а у нее есть внутренний смысл. Чтобы внедрить в нас вот этот внутренний смысл, но глубоко-глубоко внедрить его. После Большемтова появился Альтер-Ребе. Альтер-Ребе появился именно тогда, когда у Магеда было, после Большемтова был Магед, у него уже было 120 очень больших великих ученых хасидута Большемтова, и тогда появился хасидизм, и что нужно молиться иначе, и все, что мы делаем снаружи, это недостаточно, нужно всегда, чтобы были какие-то намерения, какие-то чувства, и все это должно быть нашим содержанием. То есть содержательная часть нашей внутренней души, оно главное. Вся наша психика, вся наша психология должна быть пронизана, пропитана духом хасидизма. Но в то время, как каждая сфера, мы же знаем, имеет свое начало, потом оно пускается ниже, эта сферата хухма началась от сферата кетер. А кетер там в основном два качества находятся. удовольствия и удовлетворения. А потом идет лишь разум, хохма. Верхняя часть разума, верхняя степень разума, она связана с удовольствием и удовлетворением. И она не совсем глубоко уходит в разум. Совсем глубоко уходит в разум уже бина. А когда бина уходит в разум, бина содержит в себе такое качество, что оно пробуждает у человека радость. Есть удовольствие, есть удовлетворение, есть радость. Радость. Эйм мать сыновей радуется. Чтобы вот это все произошло в человеке, в его сознании, в его эмоциях, было недостаточно то, что сделали 119 учеников Магеда. Нужен был Алте-Ребе. И Алте-Ребе это сделал в двух направлениях по указанию самого Магеда. Он написал Шуханарух, то есть наружная часть Торы, внешняя часть Торы, Аллаха, и внутренняя часть Торы, Тания. Что открыл Большентов? Он открыл, он осветил нам, он показал евреям, что не смотрите, что Бог это что-то абстрактное, и Тора это что-то абстрактное, и евреи это что-то непонятное. Он превратил их в действительность, но это было все как-то сверху, в облаках. Пришел Алте-Ребе и превратил это в науку, а наука, она оседает внутрь мозга. Хаббат, это хухма бенадад, он прошло, пронзило человека. Когда делали, создавали ишиву, хаббат в Любавичах, там уже устанавливалось на уровне ишив, где учили Гимару, ишуханару, в Талмуд отдельно, на этом же уровне установили изучение хасидизма. И сегодня, когда мы притрагиваемся к хасидизму, мы не знаем, для чего мы это учим, все равно ничего не понимаем. Давай еще раз. Давай еще раз. Вдруг ты почувствуешь и ты найдешь там ту логику, к которой ты привык. Это войдет к тебе в голову. Ты начнешь понимать, начнешь соображать. Балшемтов дошел только до того, чтобы люди в общем осознавали. А детально это сделал Альтереда. А потом все его последователи. Все, весь наш хасидизм, который мы знаем, который сегодня сказывается, в тысячах книг основано на, я не знаю, на скольких, но на несколько десятков книг, которые написал Альтереда. Все потом его последователи, его наследники, средние рэбэ, цамахцеды, маараш, рашаб, предыдущие рэбэ, наши рэбэ, они все комментируют, объясняют то, что Альтереда написал в своих местных книгах. И мы живем этим до сих пор. И каждый, кто прикасается к этому, он получает энергию не только эмоциями, сознанием. Вера, эмоции, сознание работает вместе. Мы видим, насколько все это соединено. И Альтереда это объясняет в Тане очень интересно. Мы говорим, что нужно, чтобы была Абат Исраэла. Любовь и игры одного к другому. Любить ближнего. А как любить ближнего? Чем ты его будешь любить? А вообще можно давать указания чувствам? Указания чувствам ты дать не можешь. ты можешь дать указания мозгу. Ты можешь объяснить ему, что такое еврей. И это объясняет хасадизм. Таня это объясняет. Таня объясняет, что такое Тору. И какое значение имеет, ты занимаешься Тору или не занимаешься? Учишь Тору или нет? Как ты соединяешься с Торой, когда ты ее изучаешь? Как ты становишься с этим одно целое? Как ты становишься одно целое с другим евреем? Как ты становишься одно целое с Торой, когда ты выполняешь митцвот? Это все указано в Таня. Счастливо вам!